МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Другие статьи расходов, например, покупок продуктов питания, можно корректировать, ну, в смысле экономить. То вот с расходами на ЖКУ все непросто, и тут корректировка маловероятна, потому как, отчасти еще и потому, что, собственно, выбрать поставщика этой самой услуги мы не можем. Он один на всех, собственно, там употребляем. Все тонкости процесса о том, где, как и на чем можно сэкономить, вот об этом поговорим в эфире. А еще посмотрим, что с управляющими компаниями, сколько они берут за свои услуги. Можем ли мы не платить, ну, или платить меньше, опять же, к вопросу экономии. Есть и другая, кстати говоря, вот в этом диалоге сторона вопроса. А мы-то с вами сами, как потребители, платим вовремя, в срок и в нужном размере. Все согласно всем квитанциям. Ну, в общем, здесь есть о чем поговорить. И относительно недавно к нашим платежам добавилась еще одна статья. Капитальный ремонт. Правда, это касается жителей многоквартирных домов. Платим мы, а ремонта нет или не платим? А вообще, надо ли платить? Потому как этот вопрос тоже достаточно часто в сети интернет поднимается. Обо всем, что касается аббревиатуры ЖКУ или жилищно-коммунальных услуг. Сегодня полтора часа на Кубань-24 в рамках программы «Через край». С удовольствием представляю сегодняшних участников программы, всех тех, кто пришел сегодня к нам в студию. Людмила Головченко, генеральный директор управляющей компании ГУК «Краснодар». Людмила Анатольевна, здравствуйте. Добрый вечер. Сергей Милованов, руководитель региональной энергетической комиссии Департамента цены и тарифов Краснодарского края. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Юрий Шиян, временно исполняющий обязанности руководителя государственной жилищной инспекции Краснодарского края. Юрий Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер. И Светлана Хабленков, заместитель председателя комитета по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, законодательного собрания «Край». Светлана Александровна, здравствуйте. Добрый вечер. Уважаемые гости, я благодарю вас за то, что тем вечером нашли время и пришли к нам в студию для того, чтобы поговорить о наболевшем, скажем так, вопросе. Ну и, конечно же, мы разговор не ограничиваем вот только на пятерых. Мы, как иным участием в этом разговоре, приглашаем и вас. Для этого есть несколько способов коммуникации. 274-11-14, телефон прямого эфира. Если у вас есть что спросить относительно жилищно-коммунальных услуг, у вас есть на это отличный шанс. Вот самые компетентные в нашем крае специалисты. Позвоните, задайте вопросы, получите ответ. Кроме того, свой вопрос или комментарий вы можете оставить в наших аккаунтах в соцсетях. Все данные сейчас на ваших экранах. И еще один момент. В течение сегодняшнего дня на сайте Кубань24.тв мы проводили свое социологическое исследование и спрашивали вас, а вам дом давно ремонтировали? Приложили несколько вариантов ответов. В прошлом году при царе Горохе, зачем он новый, и я живу в частном доме и сам его ремонтирую. Если вы пока еще этого не сделали, зайдите на сайт Кубань24.тв, отметьте наиболее подходящий для вас вариант. И итоги этого интернет-голосования мы тоже подведем в конце нашей программы. Ну а пока, уважаемые гости, давайте начнем наш с вами разговор с темы тарифов. И вот тут, Сергей Николаевич, пожалуй, вам вопрос. Когда заходит разговор о тарифах на ЖКУ, есть, на мой взгляд, два полюса. С одной стороны, это ресурсоснабжающие организации, которые говорят, нам категорически не хватает денег на то, чтобы качественно, вовремя, в срок и с минимальными потерями оказывать услугу. С другой стороны, есть все мы с вами, то есть население, да, плательщики, которые говорят, да куда же еще тарифом расти, мы и так уже ползарплаты отдаем только за ЖКУ. Где золотая середина? И, кстати, те действующие тарифы, которые есть сейчас, они экономически обоснованы? Ну вот золотая середина, как раз, наверное, в принятых нами решениях, поскольку наша задача, как орган регулирования, найти тот баланс интересов, да. Безусловно, не скрою, мы, конечно, все-таки больше на стороне потребителей, ну, как так сложилось, вот, потому что основная задача, все-таки, нам представляют документы организации ресурсоснабжающие, значит, и, безусловно, их задача, как можно больше получить тариф, вот. А наша задача контролировать, рассмотреть эти документы, при этом, ну, как бы, один из таких моментов, который мы учитываем в своей работе уже давно, это так называемое снятие или исключение из тарифа на последующий период регулирования непроизводительных расходов предшествующего. И эта сумма очень серьезная, подчас достигает, там, 10-15% от тарифа, да, то есть, вот, как бы... То есть, что это будет, не будет включаться дальше? Ну, вот, допустим, как вариант, да, есть нормативные расходы электроэнергии, вот, просто водоканал, да, нормативные расходы электроэнергии. И, соответственно, исходя из этих показателей, мы закладываем в расходы организации сумму по цене, значит, прогнозно, по которой покупается электроэнергия, в тех объемных показателях, которые необходимы, да, вот. Но при этом, конечно, возникает вопрос, связанный с тем, что, насколько, значит, принимает организация меры к тому, чтобы эта электроэнергия потреблялась приближенно к нормативам, да, то есть, к тем усредненным, удельным расходам электроэнергии, которые рассчитаны, да, подчас, безусловно, эти суммы превышают. И вот, например, это превышение фактических расходов, так называемые непроизводительные расходы, мы, безусловно, исключаем. Также исключаются покупки, допустим, каких-то материалов по завышенным ценам при отсутствии конкурсных процедур, предусмотрено, реализоваться этим законом по, значит, закупкам для нужд ресурсного врача организации. То есть, вот все эти непроизводительные расходы мы учитываем, но при этом все равно ежегодно наблюдается рост тарифов, экономически обоснованных тарифов. И здесь это в рамках инфляции, как минимум, да. Второй момент, изменяются цены на энергоресурсы, и та же электроэнергия, она сейчас, в данный момент, уже не регулируется в полной мере регулирующими органами. Вот, поэтому эти процессы, безусловно, влияют. Кроме того, необходимо выполнять организациям, значит, отраслеводительные соглашения в чате заработной и платить заработную плату работникам. Иначе, как вы сами понимаете, тоже проблема возникнута и с персоналом, и с тем, чтобы просто этих услуг, если мы не включим расходов достаточных, значит, для производства процесса, значит, размеров, то просто мы можем лишиться самой коммунальной услуги. Организация уйдет с рынка, и возникает проблема с тем, чтобы, значит, эту организацию, значит, найти. Вот, если не подводит память, то порядка 10, может быть, 12 лет назад в одном из регионов России всплала такая история, где компания, работающая в сфере электроэнергетики, тоже вот как раз-таки, когда в очередной раз обосновывали изменения, повышение тарифа, там выяснилось, что, а, собственно, эта компания, ну, знаете, практически без стыда в тариф закладывала и приобретение новых автомобилей, и чуть ли не квартир своему менеджменту. Вы уже отчасти сказали, что входит в тариф, но, понимаете, на мой взгляд, сегодня у населения нет понимания, из чего складывается цена. То есть, вот, если, например, человек приходит, когда мы приходим в магазин и покупаем булку хлеба, да, ну, мы примерно знаем, сколько стоит мука, вода, электроэнергия, и даже, наверное, как-то очень приблизительно, мы можем понять, сколько стоит рабочая сила тех людей, кто этот хлеб искил. Вот, с коммунальными услугами тут, на мой взгляд, все совсем непросто. Где-то люди могут узнать, из чего складывается тариф, и, собственно, в случае чего, в случае какого-то непонимания, задать вопрос. Ну, как минимум, точно так же вопросы возникают и по хлебу, и мы частенько этими вопросами тоже занимаемся, и по бензину, почему он не дешевеет, не зависим от колебаний нефти. Вот, поэтому, я считаю, что процесс, кажется, регулирования тарифа нисколько, ну, как бы, во-первых, он по всем канонам действия законодательства требует к распрозрачности, и обсуждаются вопросы и на общественном совете при РЭК, вот, также информация на сайте департамента, кроме того, значит, специалисты нашего департамента выезжают, и я лично, в муниципальное образование, где мы разъясняем, вот, как раз, состав тарифов на общих собраниях, значит, в муниципалитетах, вот. Если говорить о самих формах, что включается? Ну, прежде всего, включаются ресурсы, которые необходимы, так же, как сказали, про хлеб, да, то есть для воды нужна электроэнергия, 30% затрат, заработная плата еще 30%, хотелось бы, чтобы было больше инвестиций, их практически нет, потому что нет инвест-программ практически, вот, налоги, мы не говорим, хотя действующим предусмотрена нормативная прибыль, предусмотрена предпринимательская прибыль, но... Ну, да, это же все-таки бизнес один, да? Вроде, да, вроде, но при этом он социально ориентированный, и подчас у нас, вот, допустим, мы сейчас, когда анализируем, что экономически обоснованные тарифы, да, они, может быть, при хорошей жизни, можно было бы их и побольше, там, как бы, немножко люфты дать, да, и мы, может быть, вся система сейчас тарифно регулирована настроена на что? На то, что должны быть долгосрочные предсказуемые тарифы, как для организаций, которые вошли в бизнес, так и для потребителей. Для потребителей более четко и понятно, сейчас у нас ограничение 4% совокупного платежа граждан, которые мы выдерживаем жестко и не можем от него отойти, вот, все остальное должны компенсировать из бюджета субъекта федерации и установлением льготных тарифов. Вот эта ситуация у нас возникает от года в году все более напряженно, и вот обязательства бюджета могут возникнуть серьезно в этом году и на следующий год по льготным тарифам. Людмила Анатольевна, у вас хочу спросить, мы вот тут говорили, в частности, вот с Исланом Александровичем, что всего по России за ЖКУ должны уже больше триллиона рублей. Ну, давайте не будем замахиваться там на всю страну, да, а что касается домов, обслуживаемых вашей управляющей компанией, в какую сумму вы оценили бы задолженность населения, проживающего в ваших домах за ЖКУ? Значит, если брать с текущими, у нас, во-первых, в управлении 3895 домов, значит, задолженность на 1 января 2017 года, хотя процент, допустим, сбора по 2016 году, я считаю, неплохой, там 98,9 процентов, вот, а задолженность с текущими начислениями декабря составляет порядка 895 миллионов рублей. Это только вот по тем, 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 тем. За жилищно-коммунальные услуги, да. Да, вы знаете, относительно того, относительно причин, почему люди не платят, мы вот тут поискали и нашли информацию с разбивкой, собственно, по причинам, почему не платят за коммуналку. Давайте посмотрим. Порядка 30 процентов, ну, там, 28 процентов, вот на экране можно посмотреть, 28 процентов испытывают финансовые трудности, у кого-то это самое жилье находится в другом городе, но вот 20 процентов не платят, потому что забывают. Ну, как бы, забывают заплатить за коммуналку, ну, особенно, там, можно понять, да, если, там, они, там, не проживают или что-то еще. А 3 процента, ну, как-то вот несерьезно относятся к этой обязанности, ну, такая формулировка, что, и, итого, у нас больше 23 процентов людей не платят за коммуналку, ну, потому что вот такое, вот, извините, дать слово, наплевательское отношение. Кто-то забывает, а кто-то, а кто-то считает, что не обязательно. Светлана Александровна, а может быть, как-то есть механизмы для того, чтобы таким людям освежить, собственно, память-то? Есть, конечно, механизмы, и законодательно он прописан. Введены уже возможности взимания пений за несвоевременную уплату. Я вам хочу сказать, что там достаточно большие суммы накапливаются. Если за жилищно-коммунальные услуги первые 30 дней, как бы, не выставляется пение за просрочку, за каждый день, там, по 1,03, то потом уже, начиная с 31 дня до 91, идет одна 170, а потом идет одна 130, это очень большая сумма. Это все равно, что человек взял в кредит по сегодняшним ставкам вот ту сумму, которую он не заплатил за коммунальные услуги. Об этом надо людям знать. Но это, кстати, недавно, да, введена вот эту норму? Ну, как бы, стало логично. Ну, это с середины 16-го, даже с начала 16-го года. То есть, может быть, может, еще не все почувствовали? Да нет, почувствовали. Ну, вы знаете, вот, что касается капитального ремонта, там вообще вот этого люфта в один месяц не дано. Но там с первого дня просрочки предусмотрены. Но была рекомендация, и мы рекомендовали исполнительный орган совместно региональному оператору, пока полностью не сформируется база клиентов, которые, собственников помещений и многоквартирных домах, которые входят в региональную программу, не предъявлять штрафные санкции. Вот сейчас уже исковая работа в полном, так сказать, смысле слова идет очень активно. Более 100 тысяч исковых обращений только по капитальному ремонту в суды. Да, но пока по ремонту мы сегодня будем достаточно подробно говорить. Это я, так же, как и капитальный ремонт, с ней накомнили. Ну да, это же такая коммунальная услуга, как и все остальное. Это тоже коммунальная услуга, поэтому, да, как пример. Есть и другие способы. Это приостановление коммунальной услуги, прекращение коммунальной услуги. Я уже об этом говорила. Это тоже очень серьезная мера, которая понуждает граждан сразу же пойти и оплатить. Но у меня большая уверенность, что людей, которые не способны оплатить коммунальные услуги, которые испытывают затруднения материальные, их очень мало. Их очень мало. То есть их на самом деле не 30%, как приводится в статистику. Я думаю, что их гораздо меньше, потому что, если мы к этой категории относим пенсионеров, то это такая часть населения дисциплинированная. Я вам хочу так течение перебить пенсионеров, но, на мой взгляд, самые дисциплинированные платежи. Самые дисциплинированные, и огромное им спасибо за понимание. Но это люди с закалкой, они знают цену, что такое свое отечество, что такое общая экономика, и как от нее будет зависеть твое личное благосостояние. Молодое поколение как бы меньше задумывается над этим. Но я думаю, что это дело времени. Вот, кстати, о мерах ограничений, Людмила Анатольевна. Вы знаете, в прошлом году, когда мы тоже поднимали вопрос в программе относительно ЖКУ и способах ограничения, у нас был пример из Татарстана, где потребителям перекрывают канализацию, они не могут пользоваться канализацией. И тогда, конечно, когда, извините меня, человек не может там, простите, сходить в туалет, он первым делом бежит и оплачивает. У нас прибегают... Я вам хочу сказать, что, допустим, в нашей управляющей компании претензионная работа тоже ведется в соответствии с действующим законодательством. Разные способы мы применяем для претензионной работы. Это и подача документов для судебных приказов, и иски в судебные органы для взыскания затем через службу судебных приставов. Привлекали к этой работе коллекторские агентства, которые прозванивали, напоминали, что долги. Предписания разносили. Они ограничивали те услуги, по которым не производилась оплата. В том числе ограничение такой услуги, как канализование. Когда ставится заглушка, система КРО, да, ставится заглушка на конкретную квартиру для того, чтобы все остальные могли пользоваться. Но я вам хочу сказать, когда только эта работа начиналась, она принесла очень положительный эффект. И народ, конечно, испугался, как и все новое. И начали платить. Но когда это применилось уже первый, второй, третий, четвертый и пятый разы, ну, у нас же Кулибинных очень много, которые находят разные пути решения вопросов. Они, извините, и биотуалеты применяли, и с соседями договаривались пользование. Разные ситуации, поверьте мне. Выдумку хитрая. Да, и тем не менее не платили. Вот Светлана Александровна сказала, с 1 января 2016 года введены повышенные ставки по пеням. Это действительно сегодня по некоторым квартирам сумма пени составляет практически месячного платежа. Вот это сегодня сподвигает собственников приходить для того, чтобы заключать соглашение о рассрочке платежа на какой-то определенный промежуток времени, если затруднительная ситуация. То есть наказание рублем все-таки одно из самых... Я вам хочу сказать, да. И такая, к великому сожалению, в регионе у нас и в городе Краснодаре в том числе, нет сегодня практики выселения из жилья за неуплату. Ну, наверное, не рискуют и суды принимать такое решение, будем говорить, разные ситуации. По другим регионам я общаюсь с коллегами, есть и на Дальнем Востоке, когда даже на собственника квартиры подали в суд, продали с торгов, заплатили, соответственно, за должность и купили жилье менее комфортное, чем он имел на это. Вот это, наверное, может сподвигнуть жителей своевременно производить оплату. И, да, я извиняюсь, Светлана Сана, и действительно, самодисциплинированный плательщик это пенсионеры. Очень много... Они себе, извините, у меня килограмм яблок не купят, но пойду заплатят за воду и тепло. Потому что они знают, что если не заплатят в этом месяце, в последующие месяцы это накопятся денежные средства, которые не смогут за пенсию, получаемый размер пенсии, погасить. К великому сожалению, у нас очень недобросовестные наниматели. Сегодня задолженность по муниципальным квартирам, по нашей компании, составляет более 100 миллионов рублей. Поэтому, ну, к сожалению, законодательство таковое. Мы не можем к собственнику применить сегодня требования по погашению задолженности, а только к нанимателю. Хотя собственник данного жилья в лице муниципалитета имеет право подать иск о выселении нанимателя из данного жилого помещения, предоставив в соответствии с законодательством жилье там по 6 квадратных метров на человека. Но, или переселить маневренный фонд, маневренного фонда сегодня нет муниципальных образований. И это тоже один из, будем говорить, нехороших примеров, когда позволяют нанимателям пользоваться всеми услугами на раме со всеми и ни за что не оплачивать. Ну, наверное, либо к исправительным работам, да, уже надо будет приговорить, либо... Ну, наверное, да, пожестче нужные законы для того, чтобы можно было заставить. Я все-таки договорю, извините, извините, да, хорошо, давайте. Я просто хочу сказать, что то, что в субъекте применяется мера по выселению, она обусловлена статьями жилищного кодекса. В соответствии с жилищным кодексом эта норма распространяется на все субъекты. И только три случая существует, когда мы можем выселить из квартиры семью. Одна из этих причин – это неуплата за коммунальные услуги в течение полугода. Но опять-таки это больше для нанимателя очень легко по решению суда сделать. А для собственника действительно сегодня тормозит у нас наличие маневренного фонда. Тут вот уже Людмила Анатольевна сказала про взаимодействие со службой судебных приставов. С ними мы тоже сегодня поговорили. И вот по данным управления службы судебных приставов по Краснодарскому краю получили тоже такие, знаете, на мой взгляд, несколько неводушевляющие цифры. В частности, всего сегодня находится в исполнительном производстве в службе судебных приставов более 25,5 тысяч из полупроизводств на общую сумму порядка 578 миллионов рублей. Это, естественно, только край. Нашла сумма. Взыскано фактически 240 миллионов из этого, то есть чуть менее половины. И применяются такие меры, как ограничение на выезд за границу, высчитывают из зарплаты, из пенсии и даже, соответственно, блокируют счета. Количество таких производств исчисляется тысячами, ну а если все и сложить, то десятками тысяч. Я хочу юралистич спросить. Юралистич, скажите, пожалуйста, ну вот, конечно, те методы, которые применяются в службе судебных приставов, ну там вопросов нет. А вот, например, все-таки, если прибегают к ограничению пользования канализации, да, с точки зрения соблюдения прав человека и вот всех вот таких вот формулировок нет нарушений, никаких не могут там жильцы пожаловаться, если им ограничили? Нет, естественно, надо отметить тот факт, что законодателям прописан довольно жесткий порядок ограничения услуг и нарушение этой процедуры является основанием для применения мер административного воздействия в отношении тех, кто предоставляет данную услугу. Но я хотел бы вот затронуть такую тему, что вот мы сейчас подняли тему правоадминистративные рычаги воздействия в отношении неплательщиков граждан. И здесь, наверное, надо поднять вопрос о том, что мы понимаем, что есть ответственность у исполнителя коммунальных услуг за предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. И также есть обязанность граждан оплачивать потребленную услугу, поэтому, тем более учитывая то, что оплата производится после получения этой услуги, поэтому, естественно, обязанность граждан, она тут явная, и тут надо это помнить, и тут не хватает на всех уровнях общества нашего, как бы вот немножко, как бы разъяснение граждан, что это, в общем-то, обязанность, она также на таком же уровне, как и обязанности исполнителя коммунальных услуг. Поэтому вопрос неплатежей, вот, в следствии того, как вы упомянули 20% населения, так называемого, которое забывает, и как бы они позволяют себе не вовремя платить данную услугу, вот, при проведении определенной работы на всех уровнях, в общем-то, можно, как бы, достичь, я так уверен, некого уровня, когда количество данных граждан уменьшится. Потому что правильно было отмечено, что, в первую очередь, добросовестные платильщики, это пенсионеры, которые получают пенсию, и сразу же первым делом они делают что? Они идут и оплачивают жилищно-коммунальные услуги, потому что это есть воспитание, рода они прожили свою жизнь, получили определенную школу жизни, и это уже, вот, их, как бы, менталитет такой, к сожалению. Так, может быть, разъяснительной работы, извините, не хватает? Может быть, вот на более молодое поколение, да, которое и является большинством из всех вот этих вот должников, о которых мы с вами говорим, может быть, как-то вот рассказывать, показывать? Вот эту обязанность по оплате потребленных уже коммунальных услуг, ее надо, как я уже сказал, на всех уровнях и власти, и общества доносить до всех потребителей, особенно до молодого поколения. Потому что за этой суетой жизни, естественно, как бы, вовремя не вспоминается об этой обязанности у граждан, и поэтому... А кто должен это делать? Значит, это делать на разных уровнях, ну, начиная, прежде всего, с тех, кто поставляет услугу. Потому что здесь вот следующий вопрос, почему возникает вот здесь дисбалансы предоставления услуг и их получения и оплаты, это вопрос слабого взаимодействия между теми, кто предоставляет услуги, и тех, кто их получает. Вы меня извините, что перебил, просто, да, пока эфирное время, а мне кажется, что, может быть, тут наиболее действованным был бы метод взаимодействия управляющей компанией с этими людьми, потому что они напрямую же взаимодействуют. Совершенно верно. Любой там водоканал или поставщик тепла, да тоже канализация, они напрямую с нами с вами не взаимодействуют. Совершенно верно. А вот, допустим, те управляющие компании, которые эту работу более так активно проводят, например, недавний пример, перед Новым годом мы все понимаем, что финансовый год, он как бы заканчивается пораньше, для того, чтобы юридическое лицо не получило каких-то финансовых затруднений в подъездах, домах и так далее, обращения были к жителям, обращались конкретно с расчетом на понимание о том, что граждане, уважаемые, пожалуйста, в этом месяце до конца года, в декабре, пожалуйста, рассчитайтесь до такого-то числа. То есть, как бы вот в такой форме. И я вам скажу, большинство населения это понимает, естественно, идет навстречу и свои обязанности исполняет. Что еще может делать управляющая компания? А давайте вот с этого, извините, Слава Анастасовна, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, а потом с вашего комментария начнем следующую часть нашей программы. О коммунальных услугах, их качестве, тарифах мы говорим в этой части программы, но здесь возьмем более фокусно. Взаимодействие с управляющими компаниями, ну, по большому счету, это точно такая же коммунальная услуга, которую компании оказывают нам как потребителям. Собственно, состав весь тот же, поэтому давайте с Людмилей Анатольевны. Начнем с Людмилей Анатольевны. Вот правильно ли, я в данном случае сказал, что услуги управляющих компаний для нас, как и для потребителей, для жителей многоквартирных домов, это такая же коммунальная услуга, как и все остальное? Ну, она не коммунальная услуга, она жилищная услуга. Ну, такая же, обязанности платить. Да, у нас аббревиатура жилищно-коммунальная делится на две части. Жилищные услуги, к коим относятся содержание текущий ремонт, вывоз твердых бытовых отходов до 1 марта этого года. Потом эта услуга перейдет в коммунальные услуги. Вот, значит, пользование лифтом. И что касается управленческой услуги. Управленческая услуга, это, будем говорить, те услуги, которые предоставляет управляющая компания. Это проведение, введение лицевых счетов, в первую очередь, введение лицевых счетов, претензионная работа, регистрация, снятие и регистрация паспортного учета. Это техническое сопровождение, то есть прием выполненных работ, значит, обследование жилищного фонда. Ну, и ряд других вопросов, которые, в принципе, именно связаны с управлением жилым недвижимостью. Сергей Николаевич, а стоимость, ну и вообще, вот тарифы работы управления компанией не регулируются РЭКом? Они регулируются как раз самим общим забранием собственников. А, это собственники? Да, и только в случае, если не принято решение, или тогда уже принимают органы местного управления. У нас есть звонок от телезрителя, Леонид Иванович там дозвонился. Леонид Иванович, добрый день, вечер. Добрый, вечер добрый. У вас есть вопрос к нашим гостям? Есть, да, есть вопрос. Значит, я получил квитанцию за январь 2017 года. Здесь мне непонятно следующее. Что такое социальная норма в НЭСК? И какова эта норма на человека? Если можно пояснить. Спасибо. Спасибо вам за вопрос, Сергей Николаевич. Пожалуйста. Значит, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, в целях выполнения сокращения перекрестного субсидирования, отдельная тема, о которой мы не раз говорили, это то, что население платит гораздо ниже экономического областного тарифа, а промышленность в итоге оплачивает больше. И мы с вами оплачиваем уже в продуктах, или в воде, или в другой коммунальной услуге, оплачиваем эту электроэнергию посредством стоимости у этих ресурсовно-брачных организаций. Но пока суть такая, что население платит ниже экономической обоснованности. Да. И вот смысл социальной нормы в том, чтобы поэтапно перейти населению к экономически обоснованным тарифам, и для этого была введена в правительстве Российской Федерации норма о социальной норме. То есть рассчитывается социальная норма, и в исполнении этих всех документов действительно у нас в крае было принято решение о том, что в этом году вводится эта социальная норма, как факт. Второй факт, что была рассчитана эта социальная норма, и надо отметить, что эта социальная норма в крае самая высокая из тех, которые действуют. Действует она в 8 пилотных регионах Российской Федерации. Соответственно, у нас, как де юра, в настоящий момент введена социальная норма, даже рассчитана на 250 на одиноко проживающего гражданина. Далее идет киловатт-часов в месяц. Соответственно, добавляется 60 на следующего члена семьи, 40 на последующих. Там очень много условий, мы с вами говорили об этом. Да, там таблица на 20 листах. Ее можно найти у вас на сайте. Да, у нас на сайте обязательно есть. С учетом оснащения электроприбором и всего прочего. Что касается самого, соответственно, обязанность у наших гарантирующих поставщиков возникла о том, чтобы выставлять в счетах. В настоящий момент они выставляют в счетах в пределах социальной нормы и сверхсоциальной нормы. В данный момент поставлена задача руководством края о том, чтобы привести базу по потребителям электроэнергии в такой вид, чтобы население уже не бегало со справками. А задача такая действительно есть, что все органы, миграционная служба, органы соцзащиты, пенсионный фонд, сбытовые компании, управляющие компании эту базу сформировали. И чтобы в итоге, в редких случаях, когда что-то у человека меняется, он бы эту информацию подавал. До того момента, пока эта база не будет актуализирована и не будет этого взаимообмена, введения социальной нормы и тарифов сверхсоциальной нормы в край вводиться не будет. Ну, в общем, по большому счету, на это указание в квитанции Леонид Иванович может не обращать внимания сейчас. Да, он может говорить внимание, что у него проблема какая-то возникла. Почему в НЭСКе нет информации? Допустим, у него здесь сверхсоциальной нормы, какую-то сумму дали. А это тогда уже обратиться в НЭСК. У нас сейчас на телефонной связи с нами генеральный директор управляющей компании из Санкт-Петербурга Александр Морозов. Мы тут, правда, немного забежали вперед, и я предполагал, что мы поговорим чуть позже. Ну, давайте сейчас. С Александром я хотел бы переговорить вот по какому поводу. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорим вот тут о работе управляющей компании с вашими коллегами из Краснодара. И, Александр, скажите, пожалуйста, Александр Морозович, как вы считаете, как и что нужно делать управляющей компанией для того, чтобы быть полностью милой и любимой своими клиентами, своими жильцами, с которыми она работает на домах. В общем, чтобы быть лучшей. На самом деле в вашем вопросе есть уже ответ. Прежде всего надо ответить на вопрос, кто у нас является заказчиком, кто у нас является подрядчиком. Управляющая компания – это подрядчик, который стоит, прежде всего, на интересах своего заказчика и экономии его, прежде всего, кошелька. И именно этот лозунг дает возможность, наверное, на рынке управления становиться лучшими. Так же, как и на рынке бизнеса. Ну, то есть, как и в любом виде бизнеса, быть лицом к своему клиенту и, собственно, отвечать всем чаянием. Конечно. Если мы продаем свою услугу по текущему ремонту, то мы должны быть открыты к своим клиентам. И они должны понимать, что делает управляющая компания, за какие деньги и какую экономику приносит наша работа. Мы же, когда с вами приходим в магазин, у нас есть с вами ряд продуктов, и мы выбираем тот продукт, который для нас приносит пользу и экономию, и здоровье, прежде всего. Так же, как и для жителя, который живет дома, он хочет получать тепло, свет, холодную и горячую воду, и качественную хочет получать. И при этом условия рынка нам диктуют, что он хочет получать это как можно за минимальную цену. Александр Ильич, ну, вы знаете, я вот тут все пытаюсь понять, а может быть, есть какие-то новшества, которые, ну, вот, например, в вашей практике есть. Ну, да, предположим, вы работаете круглосуточно. Или у вас прописана, ну, извините, ширина улыбки, с которой человек на ресепшене должен встречать посетителей. Нет, есть неустановленные стандарты. Стандарты у нас установлены государством, которые необходимо соблюдать. Я благодарю вас, на связи был генеральный директор управления компанией Санкт-Петербург, Александр Морозов. Я вижу, да такое. Что, что ли было такое? Нет, просто вот коллега сказал, будем говорить о исполнении своих обязанностей. Во-первых, управляющая компания, предлагая свои услуги, выходит на общее собрание к собственникам с условиями договора и предлагает приложением к договору, является перечень работ, которые управляющая компания, вот в том числе и я, как руководитель, предлагает по содержанию, с периодичностью выполнения, с расценкой, по текущему ремонту, свои управленческие, будем говорить, услуги, которые я оказываю. И уже собственники, рассматривая этот вопрос, на общем собрании утверждают тариф и перечень работ, которые я должна сделать. Но здесь не надо путать цветочно-конфетный период с замужеством, понимаете? Да, потому что на этом этапе управляющая компания себя презентует и себя рекламирует для того, чтобы жилицы с ней заключили договор. Нет, не только об этом. Значит, в договоре прописано, прежде чем я возьму какие-то денежные средства. Во-первых, у нашей управляющей компании мы ведем спецсчет по каждому жилому дому, аналитический счет, где четко отражается, какие виды работ выполняются за тот или иной месяц. И без подписи уполномоченного представителя собственников, либо совета дома, не перечисляются денежные средства подрядным организациям, если они не выполнили тот объем работ, который предусмотрен договором. Это, будем говорить, один из механизмов зарекомендовать себя как управляющей компании для того, чтобы показать свою работу. А может ли, раз уж мы говорим о том, что управляющая компания является подрядчиком в этих отношениях, может ли заказчик, то есть житель, истребовать какой-то контроль, скажем так, истребовать какие-то документы для того, чтобы убедиться, что все выполнено в рамках договоренности? Я вам хочу сказать, что уполномоченный представителем собственников, либо совет дома, подписывая о том, что фактически работы выполнены, один экземпляр формы 2 выполненных работ с конкретным перечем, что было сделано, оставляют у себя. У нас в управляющей компании работает круглосуточная диспетчерская служба, которая в режиме круглых суток принимает заявки от собственников по тем или иным вопросам, которые возникают по предоставлению услуг, по оказанию жилищных услуг. Все это фиксируется, ведется видеозапись, прослушивается для того, чтобы можно, дальше идет обратная реакция, звонят собственникам для того, чтобы выяснить, выполнена эта заявка, либо не выполнена. Поэтому это тоже одно из инструментов для того, чтобы расположить к себе население. Юрий Алексеевич, является ли государственная жилищная инспекция в какой-то степени третийским судьей, что ли, в этих взаимоотношениях управляющих компаний и жильцов? Я бы сказал, что органы жилищного надзора, к которым относится и жилищная инспекция Краснодарского края, она является органом испытанной власти края, которая обязана осуществлять надзор за исполнением федерального законодательства и краевого на территории субъекта, то есть на территории Краснодарского края. И здесь необходимо сказать, что законодателям прописаны четкие требования по качеству предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и, естественно, наша задача контролировать исполнение всеми участниками рынка предоставления данных услуг. Поэтому здесь я бы еще вернулся к нашему коллеге, который из Санкт-Петербурга, Александр Морозов, если правильно я называю, он верно сказал, что это как на рынке, то есть управляющая организация предоставляет услуги, а потребители услуг они выбирают, естественно, хотят эту услугу лучшего качества и за минимальные деньги. Так вот, теперь если говорить о рынке, то мое мнение, что в нашем Краснодарском крае реальный рынок предоставления услуг от имени управляющих организаций, он существует по той причине, что у нас на территории края за неполных два года уже приобрели лицензию 595 управляющих компаний. Это очень большое количество, мы третье место в субъекте по количеству данных лицензиатов. Это говорит о том, что действительно на рынке существует конкуренция между управляющими организациями за получением потребителей. И в этом плане здесь еще следует отменить, что законодателям четко прописаны минимальные перечень услуг, которые это как обязательный вид услуг, которые управляющие организации обязаны предоставлять. То есть сверху этого минимального перечня, это уже, как говорится, это уже есть некие как обертки конферта, чем ярче обертка, тем лучше там услуга и так далее, за дополнительную плату. И опять же, это как на рынке, то есть на рынке, и в первую очередь тот шаг в нашем понимании должна делать управляющая компания. Это как тот, как на рынке любой продавец услуг, естественно, он рекламирует в первую очередь потребителю свою услугу, а потребитель уходит и выбирает из того, что его предлагают. Как правило, это так. Поэтому здесь важно, тут еще следующая тема коснуться, может быть, или сейчас, или попозже, это касаемо, вот как раз, опять же, правовой грамотности населения, граждан, потому что он должен знать свои права и обязанности, он должен знать обязанности управляющей организации, знать об этом минимальным перечень услуг, знать, каким способом формируется эти, вот, стоимость тарифов на предоставление жилищных услуг. Вы, Юрий Алексеевич, не представляете, в какую точку вы попали, потому как у нас сейчас как раз на телефоне связи с нами адвокат Алихан Дадаев. Давайте, пока уж он с нами на связи, мы с ним поговорим и вернемся с вами к комментарию. Алихан, добрый день, вечер, точнее. Здравствуйте. Алихан, мы вот тут говорим с гостями в студии Клубань 24 относительно того, относительно взаимодействия жителей, собственников жилья с управляющими компаниями. Скажите, пожалуйста, а часто ли в вашей практике приходится сталкиваться с таким моментом, что к вам приходят со спорными ситуациями, которые возникают вот в результате такого взаимодействия собственников жилья с управляющими компаниями? И насколько бы вы оценили вот эту вот юридическую грамотность жильцов и собственников жилья? Ну, я бы, во-первых, да, я хотел бы согласиться с тем фактом, что вот этот вопрос довольно часто задают клиенты, часто звонят нам по данным вопросам, консультируются. И я хотел бы сказать, что все-таки юридическая грамотность граждан в отношении с управляющими компаниями довольно, ну, как бы сказать, низкая. Потому что самое главное, что не знают наши граждане, это вот я бы сейчас согласился с коллегой, который выступал до меня, о том, что все-таки отношения между управляющими компаниями и жильцами, это все-таки отношения, которые попадают под защиту прав потребителя. И то есть многие не знают, они пытаются руководствоваться, пытаются найти какие-то узкие законы, которые касаются именно управляющих компаний, но при этом должны знать, что самый главный закон, который им поможет, это закон о защите прав потребителя. К примеру, если, например, человек не согласен с теми начислениями, которые ему указаны в платежке, я бы что хотел сказать, что, во-первых, у вас есть право, у данных граждан есть право истребовать у управляющих компаний детальный расчет, за счет чего были сделаны данные начисления. И управляющая компания должна им предоставить данный расчет в течение трех дней с момента направления заявления. Дальше уже, если выявляется, то есть по результатам, что действительно в отношении гражданина было произведено неправильное начисление, у него есть несколько действий, но самое первое, это обращение с претензией в адрес управляющей компании. После того, как вы обратились в управляющую компанию, нет никаких действий, у гражданина имеется ряд действий, обращений, которые он может сделать. Кстати, в частности, он может обратиться в Роспотребнадзор, он может обратиться в прокуратуру и в город жилы инспекции. Вот недавно буквально у меня была ситуация, вот обращался тоже ко мне клиент, я бы хотел сказать, что когда я ей сказал, что она имеет право обратиться в Роспотребнадзор, она очень сильно удивилась. Когда я ей объяснил, что она попадает под закон о защите прав потребителей, она это поняла и поняла, в какое направлении надо действовать. Я бы хотя бы вот это направлю. Да, это серьезная подсказка. Спасибо. И о юридической грамотности мы говорили с Олегом Адвокатом из Краснодара. Юрий Алексеевич, есть что добавить к мнению? Я совершенно согласен с Алиханом. Действительно, этот вопрос очень острый, потому что отсутствие познания определенных в правовом плане у собственников помещений, у граждан, которые проживают в домах, это, к сожалению, порождает такую проблему. Действительно, я хотел бы еще раз повториться, что у потребителя есть такое право, оно прописано в законодательстве, а у исполнительных услуг есть такая обязанность, это по обращению гражданина дать пояснение, разъяснение, каким образом сделаны такие или иные начисления. К сожалению, граждане это не все знают, далеко не все знают, и поэтому это порождает множество обращений, и из них, понятное дело, что чего греха таить, не все управляющие компании, они добросовестны, либо оказывают, может быть, по другим каким-то причинам не совсем качественные услуги. Но при этом, если бы граждане напрямую обращались к управляющей организации и делали попытку хотя бы реализовать свое право, я так уверен, что как минимум половина бы обращений было бы меньше во всей инстанции. Поэтому вот это правовое незнание, оно, конечно, порождает эту проблему, хотя, в общем-то, она, по-русски говоря, выеденная лица и не стоит в данном случае. То есть проблема простая, но на поверхности. Просто человеку не надо обращение писать в Москву, не надо закатать собрание края, а просто-напросто в управляющую организацию обратиться и получить соответствующее разъяснение. Светлана Александровна, они в интересах ли властей повышения вот такой вот грамотности? Вы не знаете, как вы в точку попали. Я сижу и думаю. Вот вы знаете, с самого начала в жилищном кодексе, еще с 2005 года, была допущена одна ошибка, на мой взгляд, я думаю, коллеги согласятся, когда органы местного самоуправления были абсолютно отстранены из сферы жилищных услуг коммунальных. Сейчас, слава богу, возвращается эта ситуация, и мне кажется, что без участия органов местного самоуправления не может быть налажен диалог между управляющими организациями, будь то ТСЖ или управляющей компанией, и не может между собственниками помещений. И это очень важный такой момент. В связи с этим вот сейчас даже была принята норма законодательно, чтобы в органах местного самоуправления были созданы муниципальные жилищные контроли. Это как раз говорит о том, что если здесь с управляющими компаниями работает ТСЖ, то по всем остальным вопросам, в том числе и по управляющим компаниям, человек должен иметь возможность прийти в орган местного самоуправления и получить ответ на все вопросы. Никто, как власть, не заинтересован должен быть и в том, чтобы урегулировать эти отношения, и повысить правовую грамотность, и проводить семинары, встречи и так далее. Тогда будет меньше головной боли у самой власти, правильно, в органе местного самоуправления? Так когда же это начнется-то? А это уже начало есть, и неплохое начало. Вот буквально сегодня мне, например, поступила заявка от горячего ключа, они собирают всех жителей, орган местного самоуправления, просят принять участие в том, чтобы провести семинар. Это хорошо ведется в Краснодаре. Если можно, еще об одном моменте хочу сказать. Если можно, очень коротко. Очень мне понравилось, как вы сказали, как сделать так, чтобы для собственника управляющая компания была самой любимой. Прежде всего, внутренне изменить свое отношение к тому вопросу, зачем пришла управляющая компания. Она пришла управлять твоим имуществом для того, чтобы сделать благоприятное и безопасное твое проживание в этом доме. А сейчас какое отношение? А сейчас стараются об этом не думать. Сейчас относятся к управляющей компании как к организации, которая пришла накопить, где-то сорвать деньги, исчезнуть, почить в бозу и так далее. Ну, потому что, к сожалению, история наша насчитывает много таких примеров. Есть, есть. Но почему-то история запоминает больше плохие ситуации. А это уже особенность человека, с вами согласен. А это наша с вами задача, говорить о хороших моментах. Переломить отношения. Согласен с вами. У нас есть на телефонной связи наша телезрительница Евгения из Краснодара. И вот знает ли она, куда пойти со своей проблемой. Евгения, здравствуйте. Алло. Нет, Евгения. Евгения, добрый вечер. Нет, но давайте так. Коллеги мои у нее уточнили. У нее был вопрос такой, что в квитанции за отопление, которые ей принесли, она увидела рост в 20%, а не в 4%, о котором мы говорили в предыдущей части программы. Сергей Николаевич, может ли быть такое? Может быть легко, исходя из того, что тарифы не меняются, меняются объемы. А объемы, во-первых, холодные месяцы, во-вторых, нужно посмотреть, за какой период начислила организация теплооснабжающая им платеж. То есть тарифы не меняются однозначно, это аксиома, они меняются только 1 июля. Соответственно, изменилось начисление, я так понимаю, по объему потребления. Соответственно, ей нужно сейчас внимательно посмотреть, какие там объемы ей выставили. Вопрос остался, пойти к ресурснабжающей организации, либо в управляющую компанию и уточнить, в чем суть вопроса. За какой период выставлен платеж, да. Ну, в общем, со всеми вопросами, в первую очередь, идем в управляющую компанию, а уже потом дальше... В принципе, отопление, может быть, и выставили сегодня действительно больше объем, потому что в декабре выставляли декабрь, в декабре квитанции, съем показаний по водным приборам учета был ограничен 18 декабря, а, соответственно, по январю получилось 10 дней декабря и практически весь январь. То есть получилось больше месяца. Поэтому объем и холодно было, и на новогодних каникалах достаточно были низкие температуры, и период, соответственно, поэтому, наверное, и оплата была больше. А тариф не повышался. Для того, чтобы не использовать слово «наверное», берем квитанцию в управляющую компанию, и там уже... Или ТСЖ, кто производил начисление оплаты. Ну да, кто производил начисление. Спасибо вам, уважаемые гости. Давайте мы на этом вопрос с управляющей компанией временно закроем. Почему временно? Потому что я думаю, что во многих следующих программах мы посвятим этому еще много-много времени, потому что вопросов действительно очень много. После паузы продолжим разговор, но уже больше сфокусируемся на еще одной услуге. Это капитальный ремонт наших с вами многоквартирных домов. Будет, наверное, тоже много вопросов, на все постараемся ответить. Но это уже после паузы. О жилищно-коммунальных услугах говорим мы сегодня в программе. И хочу вам задать вопрос. А вы за капитальный ремонт своих многоквартирных домов вовремя платите? Позвоните нам по телефону 274-11-14. Расскажите, платите, не платите. Если не платите, то почему? Потому как эта тема довольно щепетильная, скажем так. И вариантов ответа на один этот вопрос может быть множество. И периодически они подогреваются в сеть интернет. И тут нам, конечно, интересно, кто и как поступает в этой ситуации. Разговор о капитальном ремонте и выполнении программы. И о ваших чаяниях в этом. И о том, что, собственно, уже сделано и что еще будет сделано. Продолжим мы в этой части программы. И у нас появились новые спикеры. Я представляю, значит, это Анна Джоева, генеральный директор управляющей компании «Уют-сервис». Анна Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Оксана Половникова, начальник отдела актуализации региональной программы фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Оксана Александровна, здравствуйте. Добрый вечер. И у нас Алитина Шповалова, это заместитель генерального директора управляющей компании «Профи-сервис». Здравствуйте. Здравствуйте. И в этой части программы спасибо вам. Скажите мне, пожалуйста, давайте мы, пожалуй, начнем со Светланы Александровны. Светланы Александровны. Довольно много в последнее время подвергается критике на самых разных уровнях работа по капитальным ремонту. Не буду говорить, что только работа фонда, там, наверное, много составляющих. Как вы считаете, в чем главная проблема сейчас в реализации вот этой программы? Ну, я думаю, наверное, в отношении населения к самой этой норме законодательной. Потому что я думаю, что сегодня я вот с полной ответственностью могу сказать, что и региональным операторам, и министерствам делается все необходимое для того, чтобы эта система у нас на территории нашего Краснодарского края заработала. Поскольку в других субъектах она намного успешнее продвигается, чем вот у нас. Давайте поставим вопрос ребром. Очень много в сети интернет есть обсуждений, что за капремонт платить не надо или можно не платить. Потому что это фонд, а фонд взноса должен быть только добровольного характера. Но это тоже одно из объяснений приводится. Даже какой-то комментарий Верховного суда, ну, явно надуманный, конечно, потому как никакие официальные источники этого комментария не содержат. Скажите нам, пожалуйста, платить за капремонт нужно? Обязательно нужно, потому что это не добровольное дело, а это обязанность каждого собственника помещений в многоквартирном доме, закрепленное жилищным законодательством. Давайте мы спросим у представителей вот управляющей компании. Скажите, пожалуйста, Анна Григорьевна, жители домов, обслуживаемых вашей управляющей компанией за капремонт, платят исправно? Ну, у нас дома не все введены в эксплуатацию, как через Ростехнадзор. Есть, которые дома получили право собственности по решению суда. Поэтому тоже так считают, что может быть и не надо, но мы даем заявочки к региональным операторам, чтобы они включали эти дома и выставляли им квитанции. А что у вас, Ростехнадзор, в профессии России? Ну, у нас тоже молодые дома, сданные по решению суда. Но я вам хочу сказать, на самом деле процент платежей маленький пока по ремонту. Вопросов много, мало информации. Ну, пока мало информации. Мало информации с какого рода? Вы знаете, мало информации достоверно правовой. Очень много фейков, мемов, мнений, неквалифицированных мнений. И плюс, в том числе и пока по ремонту, я вам хочу сказать, очень бесхозяйное отношение собственников к своему жилью. Не все понимают, что это не частный дом. И когда наступит момент критический, не получится пройтись по соседям и собрать денежки. Так не бывает, так не будет, это не сработает. А что касается бесхозяйственных отношений? Вы имеете в виду ко всему тому, что находится за пределами собственной квартиры? Вот дверь закрыли, и вот все, что вот там, как бы уже все равно. Многоквартирный дом – это большой объект, который дорогостоящий в обслуживании, в содержании и впоследствии в ремонте. И я бы даже, ну я бы со своей стороны приблизительные расчеты предоставляла, то есть по типовым домам, например, сколько обойдется ремонт фундаментного основания шестиэтажечки. Чтобы люди понимали, что придется пойти по соседям и попросить не по 5 рублей с квадрата в месяц, а попросить по 5-10 тысяч в месяц. То есть, ну, не каждый это потянет. Сейчас дана возможность постепенно собирать, думать впрок, наперед. Не хотят думать впрок. Ну, потому что все, что будет когда-то, у нас вот в менталитете, кстати. Есть нюанс. Я хотела бы уточнить. То, что по решению суда собственники получили в собственность помещение, жилое или нежилое помещение в каком-то многоквартирном доме, это еще не все. Главное, чтобы этот дом был сдан в эксплуатацию. Если дом не сдан в эксплуатацию, а только есть решение суда о собственности помещений, это еще не говорит о том, что закон о капитальном ремонте распространяется на этих собственников. Они просто там по закону не должны проживать. Дом не сдан в эксплуатацию, там никто не должен жить. Никто не живет, значит, они не должны нести никаких затрат. Поэтому первое, что должна сделать управляющая компания или собственники помещения, а там, где есть управляющая компания, обязательно есть совет дома, должны принять все меры к тому, чтобы этот дом был сдан в эксплуатацию. И только потом тогда на них распространяется, правильно, Александр? Совершенно верно. Только после этого на них распространяется общая норма закона. Александр Александрович, а с точки зрения закона, зачем вообще нужно было создание вот такой нормы? Давайте, если можно, коротко вот это поясним. Потому что не у всех, на самом деле, мне кажется, есть понимание. А потому что в 1991 году, когда происходила приватизация, мы породили огромное количество неэффективного собственника. Потому что они считали, что все, что мое, это только внутри квартиры, а общее имущество должно ремонтировать государство. И такая норма действительно существовала, только она не реализовывалась. Теперь же, когда видно, что прошло более 25 лет с момента приватизации, собственники вообще перестали ремонтировать и ухаживать за своим общим имуществом, что привело к сильному обветшанию жилого фонда многоквартирного. Поэтому законодатель был вынужден принять норму, которая обязывает собственника ухаживать за своим собственным имуществом, общедалевым, общим имуществом многоквартирного дома. — Оксана Александровна, что касается региональной программы, ну, непосредственно фона, да, регионального оператора. Если я правильно понимаю, то когда фон только начал действовать, сначала опирались на один закон, и была одна программа. По-моему, в прошлом году произошли изменения, и теперь в качестве основы используется уже другой закон, и другая программа есть краткосрочная, а есть еще и долгосрочная программа. — Не то чтобы другой закон. В момент нашего создания субъект Краснодарский край получил финансовую поддержку за счет средств фонда содействия и информирования государственной корпорации. И мы, как созданная организация, выполняли функции технического заказчика. С момента фонд, да, общий котловой счет пополнялся, да, и были установлены конкретные порядки формирования краткосрочных планов, и фонд уже занялся непосредственно реализацией за счет тех денег, которые накапливают собственники на наших счетах. — Ну, давайте так, наверное, в понятных категориях и цифрах. Сколько фонд существует и сколько домов за это время уже отремонтировали? — Фонд существует с 2013 года. Домов отремонтировано в рамках 185-го федерального закона, около 129. Что касается за счет средств собственников в рамках краткосрочных планов, которые действуют на сегодняшний день, работы все ведутся, то есть в процессе. Это был на реализации краткосрочных планов. — А вот тот закон, который вы упомянули, это все вот на те субсидии, о которых вы сказали? — Да, это с привлечением субсидий. — Тут надо отметить, что фонд существует с 2013 года и формируется он за счет, и содержится его функциональная деятельность за счет бюджета края. А сами собственники приняли участие в формировании своих фондов с конца 2014 года. — С конца 2014 года. — То есть фактически с января 2015 года начали формировать, сдавать взносы. И в этот же период шло формирование базы собственников системы, потому что 18600 — это только домов многоквартирных, включенных в программу. — По краю. — По краю. А в каждом доме еще от 50 до 100 квартир, а то и больше. Это огромную работу, которую провел действительно региональный оператор. Формирование вот этого вот базы собственников. — А что касается выполнения моих работ? Что, скажем, в основном ремонтируется? Понятно, что, наверное, по каждому объекту это такая отдельная история. Где-то крыша больше прохудила, где-то фундамент, где-то, может быть, что-то еще, как коллеги привели к примеру. — Да, я сейчас расскажу небольшую предысторию формирования этого краткосрочного плана, который мы сейчас реализуем. Изначально он был сформирован, в него входило порядка 380 домов на общую сумму, около 180 миллионов. На тот момент действовал порядок, который... И были включены не совсем дорогостоящие виды работ. Ну, касаемо водоотведения, холодного водоснабжения. Это было связано с тем, что действующим порядком на тот момент был ограничен срок заимствования средств, то есть объем средств, на которые мы могли запланировать капитальный ремонт. Он не должен был превышать 36 месяцев, ну, 3 лет. Так как для собственников, конечно, кричащие виды работ более дорогостоящие, это замена крыш, это замена лифтов, на тот момент было принято решение внести изменения в действующего законодательство, и этот срок заимствования был увеличен до 27 лет. И была начата колоссальная работа совместно с органами местного самоуправления по дообследованию домов, изменению объемов, по внесению изменений по видам работ. То есть сейчас, в принципе, в основном у нас заменяются и лифтовое оборудование, и крыши, и дорогостоящие системы теплоснабжения, электроснабжения. Ну, то есть не так, что где-то что-то, ну, как бы, ремонтируется не то, что посчитали нужным у регионального оператора, а то, что нужно непосредственно... Безусловно, с решением общества. Вот Александра Александровна, она говорит с точки зрения специалиста. Извините, у нас... Давайте ответим на вопрос телезрителя, а потом вы сделаете уточнение. Нам дозвонился Александр из Краснодара. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, подскажите, пожалуйста, а вы за капремонт во время платите? Разумеется, конечно. Так, теперь, пожалуйста, да, ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое социальная норма по компенсации по капремонту для пожилых граждан? Это не норма, это льгота. Да, спасибо. Кто, коллеги, сможет ответить? Давайте я скажу, это не норма компенсации, это льгота, которая сегодня в соответствии с законом предоставлена определенной категорией граждан. А вы, вероятно, вас интересует последняя категория, это пенсионеры с 70-летнего возраста до 70 лет, вернее, с 70 до 80 лет у них 50% льгота, а у граждан, проживающих совместно с неработающими пенсионерами, льгота 100%. Но любая льгота, предоставленная государством, она предусматривает сначала 100% оплату, а только после этого получить можно компенсацию в соответствии с льготой, установленной законом. То есть вы идете, оплачиваете 100%, предъявляете документ управления социальной защитой, и они вам компенсируют положенную... И еще есть один момент, компенсируется не полностью вся произведенная оплата, а только на социальную норму жилья. А то многие так говорят, вот 50% я заплатил, допустим, 300 рублей, 50% 150, а мне выплатили только 50, потому что социальная норма, она предусмотрена на каждого гражданина в соответствии с законом. И у вас был комментарий к тому, что сказала Аксанасьевна? Я уже забыла. Ну хорошо. Давайте для того, чтобы уточнить, сделаем небольшую паузу, буквально минутки полторы, а затем вернемся в студию и еще поговорим о Капремонте. Ай, поняла я что. По данным программам, поговорим мы о реализации программы Капремонте. И здесь к нам присоединился новый участник, это Олеся Глыбочка, начальник отдела по муниципальным образованиям фонда Капремонта многоквартирных домов. Олеся, здравствуйте. Добрый вечер. Уважаемые коллеги, мне кажется, что говорить о реализации программы Капремонта нам вряд ли вообще возможно, без уточнения момента собираемости за эту услугу. Оксана, по вашим данным, насколько население края дисциплинировано в части уплаты? На сегодня мы опинируем такой цифрой, что 65% собственников в помещении оплачивают взносы для формирования фондов капитального ремонта. Давайте посмотрим, как менялась эта цифра за последние три года, начиная с 2014. Вот, например, данные по 2014, 2015 и, собственно, 2016 годах. В 2014 году платежность дисциплины была на уровне 11%, в 2015, чуть меньше 50%, и в 2016, чуть меньше 65%, и за это время собрано 5,7 миллиарда рублей. Вот, кстати говоря, даже уже по этому году есть данные, по данным на 3 февраля оплачено 3 миллиарда 95 миллионов. Ну, то есть процент собираемости в январе вот опять немного у нас понизился до 54. Много разговоров о том, что, ну, там, многие говорят, да, я не буду платить, потому что у меня дом новый. Вот, например, как у нас, да, коллеги из управляющей компании проводили пример. Или я не буду платить, потому что я в этом, мой дом запланирован на капремонт через 20 лет, я тут в нем не проживу столько. Я там перееду или, в общем, не проживу. Ну, находится, находится много причин. Но ведь если не будут платить, то, соответственно, и ремонта вообще не будет. Как быть-то? А давайте вот, мы спросим управляющую компанию. Альфтина, как вы считаете, как быть-то в этой ситуации? Ну, на самом деле, тут надо обратить свои стопы к как раз социально незащищенным слоям, о которых вы говорили в первом блоке, о пенсионерах. Там вообще все неоднозначно. И, тем не менее, эти люди ходят и платят. Но они ходят и платят лучше всех. Да, ну вот, видимо, надо по-соседски пойти по-доброму у бабушек, у дедушек, спросить, почему вы это делаете? Наверное, потому что надо понимать, что жилье – это достаточно фундаментальный вклад. Не так просто его поменять. У кого-то такая возможность бывает, у кого-то нет. Мы строим большие планы, но не всегда планы реализуются. И даже пусть нам достанется что-то другое, но тогда, возможно, это останется нашим детям. Значит, все ляжет на них. Ну, в общем, словом, словом, словом добиваться, добиваться и принять. Вы уж извините, что перебиваю, у нас там вот Тамара Дмитриевна из Армавира нам дозвонилась. Давайте послушаем ее вопрос. Тамара Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, я купила квартиру в многоэтажном доме. Мы только можем порадоваться за вас. При покупке мне собственник старый сказал, что дом новый и на ремонт платить не надо. На капитальный ремонт платить не надо. А когда я пошла в эту фирму, мне долг на меня в общем вешают. Сказали, что я долг. Нам там где-то около 6 тысяч. Скажите, куда мне обратиться, куда мне идти? Спасибо. Что делать? Олеся? Значит, смотрите, какая ситуация. Когда собственник покупает жилье, ему обязательно при моменте сделки надо убедиться, что за данным имуществом отсутствуют долги. Потому что у нас есть часть третьей статьи 158 жилищного кодекса, которая четко регламентирует, что предыдущие долги собственника переходят новому собственнику. Если бы в момент сделки предыдущий собственник пришел в капитальный ремонт региональному оператору, если он находится на счете регионального оператора, специалисты бы разъяснили, что вам мы можем предоставить только справку о наличии задолженности. Соответственно, для продажи предыдущий собственник, если ему нужна была сделка, соответственно, оплатил бы ее. Если бы дом находился на специальном счете управляющей компании, либо ТСЖ, обязательно в этой справке бы ТСЖ, либо управляющая компания прописала, что именно долгов по обязательным взносам на капитальный ремонт нет. Таким образом, сейчас решить этот вопрос необходимо новому собственнику оплатить эти долги, потому что они теперь только его. И согласно Гражданского кодекса, если, например, сделка оформлялась через риелтора, риелтор несет чистоту сделки. Либо в любом случае обратиться в суд на риелторскую компанию. Мне кажется, что это совсем какая-то... Нет, 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 это практика... Может быть, не проигрышную историю, но не частая практика. Нет, нет, я вам хочу сказать, практика очень была у нас одна, особенно по нежилому помещению, у которого была колоссальная площадь. И ему повезло, что он оформлял именно сделку через риелторскую компанию. Затем он за то, что фонд ему помог разъяснить законодательство, поблагодарил нас и сказал, что через суд он взыскал через риелторскую компанию долги, которые они ему оплатили. То есть, а если сделка не оформлялась, то, соответственно, попробовать в судебном порядке с предыдущего собственника взыскать долги. Но давайте, может быть, конкретно Тамаре Дмитриевне, куда пойти со своей проблемой? Приехать к вам сюда или в Армавире есть? В Армавире непосредственно есть территориальный отдел, который курирует это муниципальное образование. Она может быть уточнить сумму долга, может быть, предыдущий собственник решит с ними в добровольном порядке. Может быть, некоторые граждане, которые продают квартиру, говорят, ну да, был у нас долг, мы готовы как бы оплатить. Либо не только через суд. Ну, в общем, обратиться в соответствующее... Она имеет право заключить рассрочку. Да, дополнительно, то есть, если появляется такая ситуация... Там все разъяснят, могут быть разные варианты, но там все разъяснят. Давайте, у нас еще есть Лидия Георгиевна, она жительница Краснодара. Просто пока у нас совсем немного остается время, давайте ответим на максимальное количество вопросов. Лидия Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Город Краснодар, Рассказка, 65. Это как раз на против лапочкам, в первую очередь, сноса. Нам приносят квитанции, а мы не платим, потому что очень сомневаемся, куда эти деньги будут делать. Ага, коротко, ясно, спасибо. Куда деньги-то пойдут, коллеги? Деньги непосредственно поступают на лицевой счет собственника. У каждой квартиры есть лицевой счет. И, соответственно, они коммультируются в общей сумме по дому. То есть, по каждому дому можно просчитать, какая собираемость на доме, сколько начислено, сколько оплачено собственником. Непосредственно они пойдут на счет регионального оператора. Если дом находится на специальном счете, в квитанциях будут указаны реквизиты специального счета. А если этот дом, вот как отметила у нас Лидия Георгиевна, в первую очередь на снос, то есть там какое-то состояние аварийное. Аварийные дома в программу не включаются и освобождаются от уплаты. То есть они вообще не должны платить? Они в программе не могут быть. А раз квитанции приходят? Смотрите, я объясню ситуацию. Если бывают такие моменты, что в первую программу были ошибочно включены аварийные дома. В настоящее время региональная программа, она же егодно актуализируется. Из нее исключаются аварийные, либо блокированные, на которые ошибочно попали туда. В случае, если дом исключился из программы, и у него есть статус аварийный, либо блокированный, данные граждане, они не обязаны были платить за капитальный ремонт, если их средства в постановлении по аварийности не прописаны, что они идут под снос. То есть обычный снос идет за средства муниципального образования. Ну, в общем, для того, чтобы понять, есть ли в программе вот этот дом, Лидия Георгиевна должна взять квитанцию, прийти к нам? Нет, если квитанция ей приходит, соответственно, дом есть в региональной программе. Но если у нее есть постановление об аварийности... Документ есть, подтверждающий аварийное состояние данного дома, акт неведомственной комиссии. Вот тогда она имеет право поднять вопрос о целесообразности нахождения такого дома в региональной программе. Куда идти? В любом случае, это общая работа регионального оператора, а также муниципального образования, где находится этот дом. Секротказочные планы формируются органом местного самоуправления. Это факт, что ошибка на месте была допущена. Ну, то есть идти нужно в мэрию? Органом местного самоуправления. Идти в мэрию? Да. Хорошо. Все-таки мы вот тут с вами, да, про собираемость. Давайте попробуем вернуться к моменту того, а как же на это повлиять? Вот Алифтин сказал, что словом нужно влиять на собственников. И рублем. Вот, еще варианты. Хорошо, методы бывают разные, да, то есть есть и кнут, и пряник. Хотелось бы сначала разъяснить собственникам, особенно когда они являются пенсионерами, что лучше оплатить в добровольном порядке. Разъяснить, это кнут или это пряник? Я считаю, что это пряник. Так, а кнутах, значит, мы будем чекать, да. Так, а когда еще что-то? А, дополнительно, то есть не слушать социальные сети, которые пестрят негативной информацией, а понимать о том, что это обязательный взнос, который необходимо платить. То есть можно платить согласно, они обязательно заключают раскурочку платежа, если ты понимаешь, что это ты долг можешь погасить за два месяца. Собственник в праве, согласно 354-го постановления, в квитанциях есть строка оплачиваемая сумма. То есть он в праве прописать сумму, которую он готов оплатить. То есть если у него начислено 8 тысяч, он может указать внизу, например, 4 тысячи, в верхней части 4 тысячи. Ну да, если вдруг он как-то решил изменить. Да, да, то есть не обязательно идти и заключать рассрочку платежа, которая максимально предоставляется на 6 месяцев. В случае... Извините, обо всех условиях платежа, возможности рассрочки, изменения суммы, это все можно узнать в территориальных органах, да? Соответственно, да. Очень коротко, подскажите, жители ваших домов, на них повлияет слово в первую очередь и вот такие вот разъяснения? Ну, я думаю, да. Повлияет. Давайте спросим у Зои из Кореновска, дозвонившейся нам, попробуя еще успеть ответить. Зоя, добрый вечер. Зоя, здравствуйте, алло, Кореновск, на связи. Не на связи, Кореновск, Светлана Александровна. Вы знаете, здесь надо обязательно подчеркнуть вот эту ситуацию. Когда мы приняли для себя внутреннее убеждение, что я платить не буду, даже не объясняя причину, ты в это время подводишь ни региональный оператор, ни управляющую компанию, которая является владельцем спецсчета, ты подводишь соседей, которые рядом с тобой. Почему? Потому что в краткосрочный план капитального ремонта включаются по принципу наибольшей собираемости многоквартирного дома. Там, где процент выше, они в первую очередь войдут. То есть, чем лучше платят, тем быстрее будут ремонтировать. Конечно. Это вот тот момент, на который надо обратить внимание всем, кто решил сегодня уйти от своей обязанности по оплате взносов. А я хотела еще бы добавить, так как у нас дома молодые, считаются нововозведенные, но у них проблем не меньше. Потому что застройщики, это физлица, которые делают не по нормам, у них крыша течет, не сделано по правилам водоотведения. Также есть проблем очень много, поэтому обязательно надо. Вот мы объясняем своим собственникам, что платить нужно для того, чтобы впереди было отремонтировать. Ну да, что в таких домах это будет нужно раньше, чем везде. Хотя считается, что это дома молодые, но они очень требуют, даже не меньше, чем старые дома. Но при условии сдачи в эксплуатацию. Да, понятно. Я думаю, что, знаете, для того, чтобы не возникала ситуация, когда в одном и том же подъезде половина Марии Ивановны, пенсионерка из своей пенсии, она платит. А рядом не платит. А рядом не платит. Ну какой-то стикер пусть на лоб клеит. Я не плачу. Или он не платит. И чтобы этот стикер уже не отлеплялся. Чтобы знали люди, чтобы стыдно было. Вот об этом мы говорили, потому что за капремонт платить в обязательном порядке нужно. Это аксиома, потому что сейчас 4% нужно увеличивать. Более мы об этом говорить уже не успеваем. Перенесем это в следующую часть программы. Спасибо вам, уважаемые гости, что были с нами на протяжении всех этих полутора часов. Через минуту вернусь в эфир для того, чтобы подвести итоги интернет-голосования. Далеко не уходить, там много интересного. Вопросы жизни экономальных услуг и капремонта всегда животрепещущие, вызывают много вопросов, и эфирного времени не всегда хватает. Поэтому продолжим наверняка разговор где-нибудь в наших следующих программах. Давайте пока вернемся к нашему интернет-голосованию. И вот о чем мы спрашивали на посетителей сайта Кубань24.tv. А ваш дом давно ремонтировали? Спрашивали мы вас. И вот такие ответы получили. Ну, надо сказать, что практически половина участников нашего вопроса, оказывается, ремонтировали их дома еще при царе Горохе. А 30% вообще живут в частном доме. И самостоятельно справляются с этой проблемой. Но точно так же самостоятельно нужно справляться и с проблемой своевременного платежа, о чем мы не перестаем говорить. Хороших вам коммунальных услуг, таких же хороших, как и настроение сегодняшним вечером. Увидимся уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok